всем привет итак продолжаем знакомство с кудай я точно так же как и вы знакомлюсь с этой технологии поэтому если где-то что-то я говорю не так это значит что я вас не обманываю а я может быть что-то недопонимаю поэтому будет хорошо если знакомиться будем вместе с вами вы параллельно будете для себя что-то подсчитывать короче сегодня узнаем как получить информацию об устройстве поскольку мы хотели бы выделять память и исполнять код на нашем устройстве то программе было бы полезно знать сколько устройство памяти и что она умеет делать к тому же довольно часто в компьютере установлено несколько устройств с поддержкой кудай таких ситуациях крайне желательно отличать один гпу от другого например во многие материнские платы уже интегрирован графический процессор nvidia если производитель или пользователь поставит в такой компьютере еще и дискретный графический процессор то кажется что процессоров с поддержкой куда 2 а некоторые продукты nvidia изначально оснащены двумя гпу графическими процессорами и если в компьютере находится такая карта то она тоже будет распознаваться как два процессора с поддержкой куда и прежде чем приступать к написанию кода для устройства хорошо бы иметь механизм позволяющий узнать сколько устройств присутствует и какие возможности поддерживает каждая из них для получения подобной информации есть очень простой интерфейс первым делом нужно узнать сколько в системе есть устройств построенных на базе архитектуры куда они и смогут исполнять ядра написанные на куда си узнать число куда устройств поможет вот такая вот функция куда get девайс каунт то есть нам эта функция вернет количество устройств которых и у нас есть после возврата из этой функции в переменной каунт будет содержаться количество этих устройств после чего мы можем ручками их перебрать то есть в цикле перебрать каждое устройство и получить информацию об этом устройстве то есть вот есть такая функция куда get девайс property то есть она извлекает информацию о нужном устройстве ну и здесь у меня небольшой примерчик этого всего извлекается информация об устройстве и выводится на экран на экран выводится не все а потому что функция куда get девайс property она извлекает информацию вот в такую короче вот такую вот в объект такого типа в структуру такого типа если мы перейдем сюда то здесь довольно много информации конечно же всю я ее не выводил я даже не могу сказать основную я информацию выдел вывел или нет я просто вывел вот там сначала взял и и и вот до этого вывел ну ожидая следующее видео я думаю вы сможете сами познакомиться ну я думаю в принципе у вас и так еще немало времени наверное у некоторых уйдет на установку этого всего куды и и прочего может быть кто-то не и не устанавливает и смотрит на мои видео и потом примет решение ставить или не ставить знакомиться или незнакомиться но в любом случае здесь все не выводил сейчас мы посмотрим что у меня за устройство потому что я даже сам не знаю шутка что у меня за устройство дальше 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 также также было бы неплохо установить ну какие-то свойства то есть мы ну я сейчас объясню здесь мы узнаем количество устройств здесь мы их перебираем и выводим на экран информацию но есть такая хорошая функция куда чулз девайс а дело в том что у каждого устройства есть вот две таких опции это старшая часть уровня вычислительных возможностей устройства это младшая часть уровня вычислительных возможностей устройства и есть разные семейства куда устройств то есть nvidia карт и они отличаются да вот семейства есть паскаль ферми тесла кеплер по моему еще какие-то ну какие то есть да и у каждого есть свой набор возможностей в каких-то семействах больше возможностей каких-то меньше каких-то наоборот специализированы какие-то конкретные там возможности которых нет других так вот хотелось бы чтобы мы смогли выбирать ближайшую к установленной версии но в данном случае к примеру мы старшую часть ставим в единичку младшую в троечку и мы хоть если у нас устройств несколько хотели бы чтобы наша программа автоматически устанавливала максимально ближайшее устройство до к этой версии вот конечно же можно пробежаться в цикле перечислить перебрать все эти устройства и дальше там с помощью всяких if определить какое устройство ближайшие то и вы выставить но дело в том что есть удобная функция куда choose device что она делает ну для начала нам нужно обнулить ну даже не обнулить ну вот обнули да вот у нас есть переменная проб что это такое это как раз объекта вот этого типа это тип содержит все настройки так вот мы обнуляем дальше устанавливаем какую с какой версии ну или мы хотим работать устройство либо чтобы система установила ближайший к этой версии вот мы устанавливаем верхнюю часть нижнюю часть уровня дальше получаем устройство куда get device это возвращается идентификатор устройства нашим дальше мы куда в используем функцию куда чувствовать то есть мы передаем идентификатор устройства и желаемую нам там версию и после этого это api выбирает ближайшую версию после чего мы делаем вот так вот куда set device вот то есть она вот здесь может изменить вот эту переменную может изменить к примеру в данном случае мне будет нолик потому что у меня одно устройство и айди этого устройства но но если бы был был у меня их несколько у кого их несколько попробуйте поэкспериментируйте и после этого мы устанавливаем и дальше уже работаем ну с тем устройством с которым скажем так мы уже умеем работать почему это важно все важно на самом деле поэтому я решил не пропускать то есть я иду по этой небольшой книге и глава за главой потому что много важных вещей можно просто упустить сразу броситься куда-то в средину книги вот эти вещи упустить а эти вещи упускать нельзя потому что чем дальше тем больше ну развивается сама nvidia сама технология и я думаю у кого-то уже есть устройство точнее компьютеры с одним и более gpu так так ну и давайте запустим давайте запустим к я уже наверное говорил каждый раз когда вы меняете код вот здесь вижу студии надо делать и rebuild потому что студия автоматом не подтягивает изменения в этом файлике а если она не подтягивает изменения файлика и соответственно вы что-то можете изменить а работать будет на на старых объектных файлах короче вот так вот лучше каждый раз пересобирать ну и теперь давайте запустим давайте запустим и посмотрим что у меня тут есть итак имя устройства вывели то есть количество устройств у меня одно имя устройства geforce jtx 1060 дальше что это это объем глобальной памяти в байтах соответственно 6 гигабайт присутствует на данной видеокарте дальше дальше что это такое global memory а это понятное дело дальше шарет мемпр блок это максимальный размер разделяемой памяти в одном блоке что такое блоки нити потоки ну нити или потоки то есть в книгах переводятся потоки как нити чтобы не было путаницы потому что потоки есть еще ввода вывода вот поэтому что это такое мы дальше со временем тоже разберем то есть тут все последовательно надо а ну или сами вы можете почитать так вот это у нас максимальный размер разделяемой памяти в одном блоке дальше это количество 32 разрядных регистров в одном блоке 65 тысяч насколько я знаю это ограничение просто такое архитектурное ограничение больше быть не может по-моему дальше количество нитей в варпе варп вот ну можно сказать количество потоков в варпе что такое варп то есть грубо говоря это такой пучок ну она переводится вот как в книге было написано еще где-то я читал варпа так как ближе переводится к мореходству и там канаты да и там по моему их так называют варпы и она хорошо иллюстрирует что она хорошо иллюстрирует канат он состоит из многих жил можно сказать нитей так вот как бы написано что задачи которые распараллеливаются на устройстве куда на устройствах куда с поддержкой куда и так вот которые распараллеливаются они разбиваются на варпы и в один момент может выполняться один варп а варп в себе содержит вот эти вот вот представляем трос до такой и трос состоит из нитей из вот таких потоков нитей так вот в каждый момент времени каждый каждая нить выполняется параллельно соответственно в данном случае 32 потока ну как минимум 32 потока будут физически выполняться одновременно вот ну что такое варп мы подойдем будем обсуждать дальше там следующих видео поэтому не переживайте нужно усвоить эту всю информацию нужно пройти квесты по установке куды по настройке и по всему такому так вот количество варпу у меня 32 точнее количество нитей в варпе дальше максимальный шаг разрешенный для копирования в памяти в байтах это я подозреваю какой-то косяк это чё у меня было мэмпич а мэмпич сайста а почему это я подозреваю просто вы выявилась неправильно переполнение почему я же указал что это как бы лонг ладно ладно возможно здесь мэмпич сайз ладно возможно возможно косяк потому что уж очень похоже это переменная на переполнение интегра я думаю вы знаете да так еще раз варп сайз а почему максимум питч инбайт мэмпич скорее всего вот это неправильно и вот это неправильно скорее всего ну потом разберусь так дальше что это максимум намбер офф трэд спирт блок это максимальное количество нитей в одном блоке нитей или потоков наверное я буду говорить потоки ну и или нити не знаю так вот максимальное количество потоков в одном блоке дело в том что задачи разбиваются на блоки вот мы указываем сколько блоков должно выполнять там какие-то задачи и она и она выполняет так вот максимальное количество потока в одном блоке 1024 и вот это вот блоки образуют ну из блока получается сетка а сетка насколько я понимаю может быть двумерной или трехмерной то есть блоки ну сетка двумерная плюс еще блоки получается какой-то такой трехмерная такая штука и в каждой штуке потоки которая там типа выполняется ну к этому мы еще подойдем так вот максимальное количество потока в одном блоке 1024 дальше вот это максимальное количество вот три значения максимальное количество потоков вдоль каждого измерения блока то есть у нас есть блок дальше блоки образуют сетку ну вот возьмем один блок и вот у него есть измерение и вот вдоль вдоль этого измерения максимальное количество потоков то есть у нас максимальное количество может 1024 а дальше если второе измерение пойдет то то потом разберем короче дальше это максимальное количество блоков вдоль каждого измерения сетки то есть у нас есть еще grid то есть у нас есть блоки как я говорил блоки формируются в сетку а сетка как бы тоже типа трехмерная ну к этому подойдем поэтому поэтому просто 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 идем дальше дальше это у нас частота в герцах частота в герцах частота в герцах так дальше у нас есть так это о количество константной памяти в байтах и вот как раз версии да у нас есть младшая часть уровня минор и старшая часть у меня версия 1.6 дальше количество мультипроцессоров на устройстве 10 штук и количество ядер в моем устройстве 1280 по поводу количества ядер количество ядер просто так не вычисляется ну нет отдельной переменной которая содержала бы количество ядер для этого есть такая функция собственно ну не собственно я ее скопировал где-то где-то да но что мы по ней видим мы получаем устройство характеристики получаем количество мультипроцессоров и в зависимости от старшей версии старшей часть уровня вычислительных возможностей устройства мы определяем какого-то семейства в данном случае старшая часть у меня то есть у меня 1.6 старшая часть 6 это у меня паскаль семейство паскаль типа новые сейчас видеокарты для ноута которые там типа по производительности чуть-чуть там уступают ну настольным вроде бы но я не знаю на рекламке все хорошо написано как оно по факту так вот вот есть разные семейства ферми, кеплер, максвелл, паскаль, вольта кстати тесла еще у них есть тесла да тут нет так так вот как определяется количество ядер ну получается вот берется берется, берется определяется семейство я так понимаю старшая часть 1.6 у меня вот 6 и дальше берем если минор равно единичке то количество мультипроцессоров умножается на 128 если же нолику то количество мультипроцессоров на 64 так как у меня 1.6 то 10 умножить на 128 но в характеристиках видеокарты так и написано 1280 ядер ну эти ядра давайте что в принципе на сегодня все на сегодня все в следующий раз приступим тут по книге будет сложение векторов то есть разберем что такое сложение векторов так вот но ядра ядра по факту являются сопроцессором то есть это много таких арифметически логических устройств алу еще можно назвать которые выполняют простые операции то есть если мы возьмем центральный процессор центральный процессор штука мощная и серьезная и она может выполнять очень много различных инструкций и работать с портами ввода-вывода и прерывания и т.д. и т.п. то есть если возьмем центральный процессор довольно таки мощная штука вот ядра же в nvd это можно сказать такое простое арифметически логическое устройство которое может выполнять а там сложение умножение деление вычисление синусов косинусов ну для этого есть специальные функции кудовские соответственно эти ядра их много они потребляют мало энергии и тактовая частота для этих логических устройств арифметически логических устройств не высокая но за счет того что этих устройств ядер много и за счет того что может выполняться параллельно большое количество потоков и достигается очень большая производительность вот вот так вот ну наверное на сегодня все поэтому если вы что-то знаете больше то конечно же пишите в комментариях делитесь своей информацией так как пытаюсь делиться я поэтому на сегодня все еще раз всем спасибо за внимание подписываемся делимся ставим лайки комментируем всем пока пока пока